За словом слово появлялось, вплетаясь в сказы, как в метелицу снежинки. И пусть пока ощущение такого знойного морозного вечера нас не посещает, зато у каждого из гостей вечера поэзии и бардовской песни теперь уже есть хороший практический опыт, как не замерзнуть в такие дни. Причем не только телом, но и душой. В очередной раз в областном краеведческом музее прошло интересное и в то же время по-семейному теплое мероприятие. В гости в учреждение культуры заглянули давнешние друзья. Инициатором концерта был Юрий Монин, наш давний друг, который участвует во многих наших мероприятиях. И в начале зимы мы решили, что нам нужно совместно что-то организовать. И это получился такой вечер авторской песни поэзии. Мы часто выступаем в роли исполнителей. И действительно эта роль тоже довольно интересная, она не вторичная. Каждый имеет исполнитель право на свой взгляд на определенную песню. Прозвучат песни Александра Дольского, Владимира Высоцкого. Ну и этим мы подтверждаем, что бардовская традиция и в нашем городе, конечно, безусловно, живет. И мы ее продолжать. В этот раз в зале звучала песня под аккомпанемент мелодичной гитары. Звучало слово, творческое, искреннее, душевное. Звучали стихи в разном прочтении, ведь каждый исполнитель имеет право на собственное видение душевного порыва автора. О жизни, судьбе, любви и непростой человеческой доле. Миссии человека во время войны. Рассказывали авторы и чтецы. Вот 70-летие уходит. Хочется еще раз напомнить о том, что была Великая Победа. Вот 70 лет в этом году исполнительной Победы. Собственно, чтобы люди еще раз задумывались над этой темой. И показать, вот еще раз, как я сказал, свое видение этой темы. Вот индивидуальное видение этой проблемы и темы. Несмотря на огромное количество гостей, праздник музыки и литературы организаторам удалось сделать домашним, искренним, чувственным и по-семейному теплым. Бесспорно, воспоминания о нем согреют всех гостей мероприятия холодными зимними вечерами, которых мы ожидаем ближе к концу декабря.